Шопоголик – это человек, который имеет психологическую зависимость. И с первого взгляда кажется, ну подумаешь, шопоголик, что тут такого страшного? На самом деле, обороты принимают очень-очень даже неприятные. Очень такие последствия этого могут быть. Какие? Долговые ямы, различного рода кредиты, долги перед друзьями. Взял у какого-то торгаша этих вещей, набрал и задолжал ему. Все, начинаются звонки, угрозы, коллекторы. У человека рушится семья, рушатся межличностные отношения с друзьями, подругами и так далее. Все, и куда это человека может завести? В депрессию, конечно же, в депрессию. Речь сейчас больше идет, конечно же, о женщинах. Мужчины тоже страдают, но подавляющее большинство шопоголиков – это все-таки женщины. И если говорить о странах, то Америка, конечно, занимает первое место. Почему? Америка довольно богатая страна, богатая и щедрая страна. Там очень много еды, одежды и разных вещей. Соответственно, это куда-то надо сбывать. И покупателя заманивают такими скидками, что это просто невозможно. Я когда прихожу в магазин, я уже это знаю, что сейчас начнется вот такая история. Привет, говорит мне продавец, тебя как зовут? Вероника. Вероника, какой у тебя размер ноги? Давай посмотрим, посмотри, какие красивые. Вот давай, ты просто помень, Вероника, просто помень. Давай я тебе дам на это вот такую скидку, а если ты их купишь, тебе вот эти идут в подарок. А если ты купишь вот эти, ты еще 10 получишь в подарок. В итоге ты оттуда выходишь с таким количеством пакетов. Ты сам не понял, как ты попал в эту ловушку, и ты все это купил. То есть вот эта система у американцев, она способствует развитию шопоголизма. Способствует. В России, конечно, не в такой степени все это развито, но тоже все это есть. Но тоже все это есть. Так, и вот это так и выглядит. Смотрите, шопоголики есть разные. Есть люди, которые осознают свою проблему, как раз таки, когда они уже сталкиваются с такой серьезной формой. И это начинает иметь вид болезненный уже, такой прям болезненный. Они это осознают, потому что видят какие там долги. Причем сами продавцы уже знают. О-о-о, шопоголик пришел. Все, она втюхивает ему, несчастному, эту карточку кредитную. Ну и так и говорят продавцы, что я знаю, что это шопоголик, что ему не нужна эта кредитная карточка. Что это несчастный бедный человек. Ну нет у нее этих трех тысяч долларов или евро на эту сумку. Ну нет у нее их. Но она ее купит, взяв эти деньги в кредит. Все, у нее начинают трястись руки от этой вещи, от этой сумки. Все. Давайте посмотрим причины, по которым все это происходит. Но есть шопоголики, которые это не осознают. Вот я сейчас сказала ту категорию, которая осознает, но есть, которая не осознает. Отстань, отвяжись, все, говорит он родным. Так, давайте посмотрим, какие причины. Ну бедное детство это понятно. Это тоже как аспект, где я уже говорила. Кстати, чем они от плюшкиных отличаются? Посмотрите, они щедрые шопоголики. А с такой широкой, разгульной душой люди. И умеют жить здесь и теперь. Вот они умеют порадоваться здесь и теперь. Вот кайфануть, вот оторваться от души, да? Чего не умеет плюшкин. Вот он все это удерживает, удерживает. То есть это opposite, это напротив, это другая болезнь совсем. Так, но их объединяют, что вещи, да? Любовь к вот этим вещам. Причем у американцев это больше, скорее всего, наверное, всякая техника. Особенно эти черные пятницы, где за доллар вы можете купить огромный телевизор во всю стену и так далее. Вот у них вот это. А у русских девушек это все-таки больше одежда. Одежда быть красивой, аксессуары, косметика, крема какие-то. Так, давайте причину посмотрим. Аспект бедности, конечно же, есть. Чаще всего это люди, которые нуждались. Ну все мы нуждались в советском детстве, это понятно. Аспект такой, нуждались. Далее, посмотрите, восполнить эмоциональную сферу, заполнить пустоту, получить удовольствие, расслабиться, получить это наслаждение, радость и заботу о себе. Ведь когда шопоголик приходит в магазин, что он испытывает? Там же так, что он испытывает? Там же так красиво. Вспомните, вот в хороших магазинах, когда ты приходишь в торговые центры, огонечки, вкусный какой-то запах, хорошие кондиционеры, улыбающиеся продавцы, красивая подсветка, как на дискотеке. И ты попадаешь куда? В другую реальность. Все. В другую реальность. Ты сбежал от чего-то тяжелого, от чего-то серого, от чего-то такого тягостного в мир радости, наслаждения и удовольствия. Пусть здесь и теперь, но я просажу эти деньги, я получу это удовольствие. Следующий аспект, особенно что касается одежды, это самоутвердиться перед продавцом. Видишь, какая я. Теперь ты кружишься, ты заботишься обо мне, а я такая королева. Я сейчас вот это померяю, вот это одену, вот это куплю, вот это куплю. И неважно, на что я буду жить дальше. Все. Это принимает абсурдные формы совершенно. Человек берет в долг. Человек находит какую-то свою барыгу, которая приходит к нему на дом. Дан, оставляет у нее это количество огромное, каких-то уже ненужных ей вещей. Все. И она говорит своей барыге, Леночка или Олечка, я потом тебе отдам. Все. И она должна ей эти деньги. Она говорит, да-да-да-да-да, ее продавщица, ее продавец говорит, потом-потом, конечно. Все в порядке, Наташенька, потом отдашь. Все. Все, конечно, уже понимают, продавцы уже знают, кто такие шопоголики. В общем-то, на них очень хорошо зарабатывают. Все. Вот таким вот образом человек получает это. Что еще происходит очень часто? Очень часто, к примеру, девушка убегает от какой проблемы? Что она пытается компенсировать? К примеру, она живет в так называемой клетке золотой. Вот. Живет в золотой клетке, где к ней приставлен чуть ли не охранник. Все под камерой, все контролируется, ее айфон прослушивается. И это ее единственная радость, единственная. Это магазины. И она волей-неволей становится шопоголиком. Все. Так, это я сказала. То есть она компенсирует свою какую-то беду, свою какую-то ущербность. Загольный муж, все, загольный муж. И она тоже пытается себя порадовать, отвлечь, переключиться. Ага, ты у меня такая бледина гуляешь. Но зато я могу себе тогда вот это позволить. Кстати, как вторичная выгода. Шопоголизм и вторичная выгода, вернее, выбрать мужа, который тебе изменяет, у тебя есть вторичная выгода. Зато я могу покупать какие-то вещи. Он все время ходит на чувстве вины. И я могу одежду себе без конца какую-то покупать. Смотрите, как интересно. Так, про самоутверждение я сказала. Про свободу я сказала. Это я все рассказала. Так, какие последствия? Самые страшные, как я уже сказала. Долговая яма жуткая, депрессия и так далее. Что со всем этим делать? Терапия, возможно, с людьми, которые это признают прежде всего. Работают группы. Группы самопомощи, кстати, и 12 шагов сюда тоже подходит. Это же работа с зависимыми, на самом деле. Здесь и игроманы, и наркоманы, и алкоголики, и шопоголики. Это все зависимость. Это все про зависимость. Поэтому групповая терапия индивидуальная, где прорабатывается эмоциональная и поведенческая сферы. Все. Если говорить о самопомощи, какие у меня к вам рекомендации? Во-первых, составлять список нужных вещей, действительно, которые вам нужны. Закрыть банковские карточки или не брать их с собой, потому что банковская карточка в кармане, и это вероятность того, что вы очень быстро ее можете потратить. Не брать никакой паспорт с собой, брать минимальную сумму денег. Минимально. Все. Маршруты строить таким образом, как у игромана также, что вы обходите свои казино, так называемые. Вы идете по другому маршруту, отписываетесь от различного рода рекламных рассылок, чтобы в интернете не было желания что-то купить. Все. Это вот на уровне поведенческой, скажем так, терапии. Ну и, конечно же, личностная терапия. Какая? Я задаю себе вопрос, от чего мне такого не хватает сейчас? От чего я такого убегаю? Что я такое хочу заполнить в себе? Почему меня сейчас так тянет туда? От чего я хочу сбежать? Что на самом деле происходит в моей семье? Может, мне развестись уже пора? Ну, сколько можно жить, допустим, с этим мужем, который мне изменяет, или с этим человеком, который ограничил мою свободу? Ну, зачем мне это? Может быть, мне стоит решить настоящий свой вопрос, а не пытаться обмануть себя в магазинах. Правда? Вот. Вот и все. В двух словах я рассказала об этом. А я, как всегда, всех вас жду на своих консультациях по скайпу.